Цену мирному небу знает и Дырыш Ергали и Рауза Ширванова. Они прошли через всю войну, служили на Восточном фронте, где на протяжении всей войны сохранялась опасность нападения со стороны Японии. Гульнара Хасан об истории победителей. Фронтовые фото, заслуженные награды и воспоминания, которые никогда не стереть из памяти. Для Дырыш Ергали война началась в далёком 1939-м. 19-летнего парнишку из Монголии призвали в армию. Своё первое боевое крещение он получил в боях за Халхингол. Меня почти сразу же направили в самое пекло, на реку Халхингол. Японцы напали на наших пограничников. Воевали мы совместно с армией генерала Жукова. Молодому парню доверили важную миссию. Дырыш Ата стал разведчиком. Вспоминает, нередко приходилось рисковать, доставляя важные сведения в штаб. Не раз на своих глазах он терял близких товарищей. Мы дошли до города Сарасумбе. Бои были непрерывные. Японские войска были очень хорошо оснащены и подготовлены. Много мы тогда потеряли ребят. Со мной в разведчиках был парнишка Калкабай Каби из Казахстана. Однажды он не вернулся, выполняя боевое задание. Его убили. Победа советских и монгольских войск на реке Халхингол в 1939 году стала одной из причин отказа от нападения Японии на Советский Союз. Учитывая опыт Халхингола, генеральный штаб Японии принял решение не вступать в войну против СССР, пока не будет явной победы Германии. Несмотря на тяжелое положение на Западном фронте, на протяжении всей войны на дальневосточных границах стояло не менее 40 дивизий. На Забайкальском фронте служила и жительница Астаны Рауза Ширванова. Была призвана в 1942 году с Семипалатинска. Ну, как говорится, прошла все процедуры, комиссию, да, и работала радисткой. Из военных воспоминаний, ну, она мне говорила, что она знала азбуку Морзе, проходила специальные курсы. Вовремя передать важные сведения. Вот что было самым важным в работе Раузы Ахметовны. Чуть позже молодого сержанта перевели в 245-ю авиационную дивизию в Читу в качестве телеграфистки. Здесь она и услышала весть о победе. В Чите нам сообщили утром, поздравили, рады были. Мы свободны были, мы могли в город выйти. Картины той страшной войны будут в памяти до конца жизни, говорят ветераны. И спешат дать наказ, сделать все, чтобы никогда не было войны. Гульнара Хасан, Айнур Куатказа, Аяду Симбаев, Бигулат Базаров, Хабар-24, Астана.